Мы должны двигать дары Духа Святого в церкви. Ну, как бы это истина, которая не требует доказательств, но должны двигать дары Духа Святого в церкви. То есть, Бог каждого из нас наделил тем или иным даром. Во-первых, мы не должны его зарывать в землю, это мы знаем с вами. А второе, никто из нас, не я как пастор, никто из лидеров, или лидеров, как правильно сказать по-русски, лидеров служения, не имеет права говорить, «Нет, мы считаем, что лучше тебе здесь». Нет, я всегда был приверженцем того, что человек, если он призван, то мы не имеем права стоять в нем на пути. Если он призван. Но призвание, мы всегда различаем должны, призвание и предназначение – это две разные вещи. Призвание – это к чему Бог меня призывает сейчас, например. Точно так же, как в нашей обычной жизни. В какой-то момент времени мы призваны быть хорошими учениками в школе. Потом мы призваны быть хорошими солдатами в армии. Потом мы призваны быть хорошими студентами в университете. Это разные вещи, которыми мы занимаемся. Но это призвание на данный момент. И мы не имеем права идти против него. Это угощать Духа Святого. Есть предназначение – это для чего мы все эти призвания проходим, к чему мы должны прийти, кто мы в Боге. То есть, кем Бог нас видит, и главное, какое откровение об этом Он дает нам лично. Это очень важно понимать. И вот об этом я сегодня хочу поговорить. И когда мы поймем, кто мы в Боге, когда мы осознаем себя личностью. Потому что очень многие люди и в миру, и в церкви делятся на две категории. Это люди личности и люди безликие. И те, и другие там оказались иногда по своей собственной воле, по своему выбору, а иногда по выбору тех, кто запрещал им чего-то, никуда-то не пускал, то есть угощал Святого Духа. Но в этом как раз и различие между церковью и миром. Если мы строим церковь Иисуса Христа, и Бог, то есть Иисус призывает нас к какой-то реализации дара Святого Духа, мы обязательно должны его реализовать. Нам не обязательно спрашивать у кого-то на это разрешение. Мы просто можем попросить благословение у пастора, и пастор, или служитель, или лидер группы домашней, скажем, или лидер какого-то служения, ну, будем так говорить, обязан, может быть, не хорошее слово, но обязан благословить человека на это служение. Потому что в крайнем случае что произойдет? Он поймет, что он, может быть, не так понял, может быть, не так себя повел, и вернется обратно, скажет, не хочу быть, скажем, лидером домашней группы, лидером служения, и вернется обратно на свою позицию, и все будет хорошо. Бывает такое? Мы же, например, когда детей отправляем в кружки, вот он вдруг говорит, хочу кружок конного спорта. Вау, круто. Походил день, походил два, понял, что после этого спина и ноги болят. Сказал, не хочу кружок конного спорта. Это же не значит, что мы должны... А, нет, вот ты захотел кружок, вот теперь туда будешь всю жизнь ходить. Нет. Мы увидели его стремление, мы его на это благословили, а потом, когда он понял, что это не его, мы все вернули обратно, и ничего не изменилось, все осталось в порядке. То же самое и здесь происходит. Окей? Поэтому, когда мы говорим о личности и безликости в церкви, мы должны понимать, по чьей воле все это сделано.